Наша жизнь имеет колоссальный смысл. Итак, вы со мной. Мы готовы. Аминь. Вы знаете, я полностью уверен, абсолютно верю, что Бог через Слово с кафедры может исцелять наши тела. Бог через Слово с кафедры. Даже не нужно возглавлять руки, даже не нужно молиться. Бог через... Хотя это мы делаем, и это здорово. Но Бог через Слово с кафедры, через Слово проповеди может исцелять души, а может исцелять тела человека. И такое происходило не раз и не два. Сотник сказал Иисусу Христу, «Не нужно тебе идти в мой дом. Пошли только Слово, и выздороветь слуга Мой». И Иисус, говорит, обратился к идущим за Ним иудеям, и говорит, вот это... «И в Израиле я не дошел, не нашел такой веры. Я посылаю Слово Своё». И что он приходит домой, и там слуга уже выздоровела. Господь посылает Слово и исцеляет нас. Псалом 106-20 стих. «Послал Слово Своё и исцелил». Чем исцелил? Слово исцелил. Слово к нашим сердцам. Словом Дух Его были, Духом Его сотворены небеса и земля. И мы с вами внимательны к Его словам. Наши сердца открыты, потому что Он никогда не осуждает нас. Он всегда ведет нас в благодать. Он всегда ведет, чтобы мы доверяли Ему. Помните проповедь среды? Он не похож на... Он не такой, как человек. Он не манипулирует людьми. Он говорит, я призываю тебя, следуй за мной, слушай Моё Слово. И мы здесь для того, чтобы слушать. Кто верит, что Господь сегодня с ним поговорит. Аминь. Я имею в виду, есть у нас ожидание, что сегодня я пришел. Сегодня я внимательный. Второе послание Коринфянам, седьмая глава. Второе послание Коринфянам, седьмая глава. Второе послание Коринфянам, седьмая глава. Девятый стих. Павел пишет. Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию. Давайте еще раз. Павел говорит. Я радуюсь за вас не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию, ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли вреда от нас. Что? От нас вы нисколько не понесли вреда, потому что вы опечалились ради Бога. Десятый стих. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. И давайте мы откроем Псалом 31. Перед тем, как перейти к Псалому 31, мы можем с вами сказать еще несколько слов о том, что мы сейчас прочитали. Итак, есть печаль в этом мире, есть скорбь в этом мире, есть печаль. Я могу быть опечален каким-нибудь действием, которое я сделал, или каким-нибудь словом, которое я сказал. И когда я уже сделал это, и не обратно это не вернешь, у меня появляется печаль. Печаль, когда мы делаем определенные вещи, проще сказать, когда мы согрешаем. И Павел говорит, что все мы много согрешаем. И Павел говорит коринфянам, что я радуюсь, что не из-за того, что вы опечалились, я радуюсь, что ваша печаль, вы опечалились ради Бога. Будьте внимательны. Итак, я сделал что-то, сказал что-то, и это было очень нехорошо, и это было ужасно. И то, что может происходить, Павел говорит, то, что может происходить, например, в этой стороне печаль мирская, а в этой стороне пусть будет Бог. Аминь, да, чтобы не чертить на доске. С этой стороны Бог, а здесь печаль мирская. И я сделал что-то, например, неправильные слова, неправильные действия. Да такие неправильные, что я не могу сносить их. Да, бывают маленькие там простудки и так далее. И здесь Павел говорит, что есть печаль. И если я в своем отношении, если я поворачиваюсь к этой печали, то у меня появляется печаль мирская. Что такое печаль мирская? Это мои сожаления по поводу определенного действия, которое я сделал. Мои собственные сожаления. И я могу повернуться, и я могу раскаяться и сказать, ай-яй-яй-яй, что я наделал? Как же я так мог? Но я повернулся в сторону печали мирской. Фараон, когда в 9 главе к нему, он зовет Моисея и Аарона, придите ко мне, из-за того, что град упал с неба. Одна из казней пришла на землю египетскую. И фараон говорит, призовите мне этих людей. И когда они пришли, он говорит, согрешил я, простите мой грех. Кто сказал? Фараон сказал. Видим ли мы изменения в его жизни, в его сердце? Нет, потому что его печаль мирская. В 10 главе, когда после Саранчи, он опять говорит, придите ко мне, Аарон, Моисей с Аароном, приведите их ко мне. И он сказал, и он говорит, согрешил я тяжко пред Господом, Богом вашим. Хорошие слова, но это печаль мирская. Почему? Потому что фараон не повернут к Богу. Потому что фараон повернут к тому, что он сделал. Потому что он видит, что его неправильные решения привели к колоссальным невосполненным потерям в Египте. И его печаль по отношению к тому, что он сделал и то, что происходит. Хотя он говорит, согрешил я перед вашим Господом, Богом. Никакого изменения там нет. Пожалуйста, выключите все. Никакого изменения там нет. Почему? Потому что как фараон шел против Бога, так он и продолжает идти. И печаль, которая у него есть в его сердце, это сожаление. И Павел говорит, что такая мирская печаль, она ведет к смерти. Она ведет к тоске. Она ведет к неразрешимой ситуации. А как насчет Иуда Искариота? Когда он предал Иисуса Христа? Часто задают этот вопрос. А что тогда по поводу Иуда Искариота? Он же раскаялся. Он раскаялся точно так, как фараон. Потому что он понял, что его обманули. Он понял, что он сделал нечто непоправимое. Он понял, что он предал человека, который был открыт перед ним. Предал душу невинную. И когда он вернулся к этим книжникам и фарисеям, говорит, возьмите обратно 30 серебряников. Они говорят, да нам не нужны они, делай с ними что хочешь. И что произошло с ним, он выбросил их. И он был обращен к тому, что он сделал. К печали мирской. И он был полностью захвачен ей. К этой печали мирской. И что? И он пошел и удалился. Почему? Потому что печаль, будьте внимательны, печаль мирская приносит смерть. Там нет ничего. Там есть только все больше и больше болото, болото, болото печали. Концом которой является смерть. В этом состоянии, когда человек сделал что-то, и мы с вами, и мы понимаем, что здесь постоянно что-то происходит. Когда человек сделал что-то, и пребывает лицом по отношению к этой мирской печали, то конец будет смерть. Да, он может улыбаться, но как только он улыбается, сразу улыбка меняется на серьезное выражение лица. Сколько людей в этом мире, и может быть даже верующих в Иисуса Христа. Сколько людей, а они обращены к мирской печали, всю жизнь сожалея о том, что они сделали. Сколько людей, а как вам это? Замаливай все свои грехи. Вы знаете, мы поговорим с вами об этом на дискуссии. Замаливай свой грех. Сколько нужно замаливать? Что нужно сделать? Сколько тысяч молитв нужно сказать? Сколько времени нужно мне провести в этом замаливании? И это означает, я замаливаю свои грехи, а я обращен лицом к мирской печали. И Павел говорит, там нет ничего, там только смерть. И можно сказать, будучи повернут в этом состоянии, можно сказать, согрешил я Господи, но я повернут к своей печали. Все. Псалом 31. Псалом Давида учения. Мне очень нравится, Псалом. Вы знаете, в церкви должны звучать такие проповеди. Вы со мной? В церкви должны звучать такие проповеди. Потому что они дают нам невероятную свободу. Во-первых, они дают нам развлечение, где я могу находиться. А во-вторых, они мне дают невероятную свободу. И я поднимаю руки. И я прославляю Христа. Аминь. Как мы сегодня прославляли Христа, я говорю, Господи, спасибо. Потому что эта печаль, она не принесет в моей жизни ничего. Но ты мне говоришь, чтобы я повернулся к тебе. И печаль ради Бога. Аминь. Печаль ради Бога. То есть для Бога. Я говорю, Господи, вот что я сделал. Вот что произошло в моей жизни. Вот я выношу это на свет перед тобою. И Господь говорит, давайте прочитаем. Псалом Давида, учение, первый стих. Плажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты. Слово отпущены, оно тесно связано с козлом отпущения. Кто знает, что была такая жертва в Ветхом Завете? Козел отпущения. Вы знаете, что такое? Это когда первосвященник возлагал свои руки на голову козла отпущения, исповедовал грехи, и этого козла уводили далеко-далеко в пустыне, и он никогда не возвращался. Знаете, что это означает? Это означает, что Господь отдалил от нас грехи, как восток от запада. Этот козел отпущения никогда не возвращался. Это означает, никто мне не может напомнить о моих грехах, которые ушли вместе с козлом навсегда. Никто мне не может сделать это. Вы со мной? Потому что они полностью были прощены и покрыты. И Господь говорит, я забыл их. Здорово. Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты, покрыты кровью Христа. Второй стих. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства. Третий стих. Когда я молчал, и так говорит, Давид пишет о себе. Когда я молчал, то есть я сделал что-то, я совершил грех, и когда и я молчал, и я молчал, и я молчал, а повернувшись в печали мирской, и я ходил и славил Бога, говорю, Аллилуйя, слава Богу. Но я на самом деле был повернут туда, к печали мирской, потому что я молчал, и никак не мог повернуться. Я молчал, я согрешил, и я молчал об этом грехе. И здесь сказано, что когда я молчал, обветшали кости мои от седневного стинания моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Что означает? Там нет ничего. Там нет ничего хорошего. Там нет свежести. Там нет засуха. Там нет ничего. Там только печаль мирская, в которой люди живут всю свою жизнь и никак не могут повернуться к Иисусу Христу и сказать, да, Господи, я сделал это, возьми это. И Господь говорит, аминь. Когда ты повернешься ко мне, то твоя печаль превратится в печаль по Богу, и ты не понесешь никакого вреда. Аминь. Никакого вреда не понесешь. Потому что я тот, который может сделать следующие вещи. Пятый стих. Но я открыл тебе грех мой, и не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои. И ты снял с меня греху... Извините. И ты снял с меня вину греха моего. Давайте еще раз прочтем. И ты снял с меня вину греха моего. Что это означает? Есть грех, аминь, а есть вина. Вы со мной? Сколько может секунд занимать грех или минут? Совсем немного. А сколько может занимать мир вина? Сколько может занимать? Всю жизнь. До конца. И люди на своей больничной, на своем смертном адре, они говорят о тех вещах, которые они пронесли через свою жизнь. И они сожалели, и сожалели, и сожалели, и плоти все сжималось. Не было никакой свежести. Одна пустыня и иссохшая земля. Нет ничего. Сколько угодно можно этому человеку покупать с белым крузером, квартир, золото, серебро, не будет радости никогда. Почему? Потому что это печаль мирская, которая приносит только смерт. И Господь говорит, нет, нет, нет. Открой мне, повернись ко мне, чтобы я изменил твою печаль, смертной печаль ради Бога. И ты тогда не понесешь от меня вреда. Я не буду осуждать тебя, но ты пойдешь свободный от меня. Аминь. Смотри, иди дальше. Ой, как мне нравится. Ой, как мне нравится. Ты снял с меня вину греха моего. Это означает, Бог, ты простил мой грех, но осталась еще вина. Как насчет нее, Господи? И Господь говорит, только я, слушайте внимательно, только я могу снять вину греха. Только я могу покрыть грех. Только я могу удалить ваш грех, как восток от запада, как козла отпущения. И я грехов ваших, и беззаконий ваших, что не воспомянул, потому что они ушли. Потому что вы обратились ко мне и сказали, да, я сделал это, Господи. И я печалился ради тебя. И Господь говорит, я посыл, я прощаю твой грех. Я отсылаю козла отпущения. И я покрываю тебя кровью своею. И я греха твоего не воспомяну никогда. Живи в свободе. И я снимаю из тебя вину греха. И вы такие, Господи, неужели это возможно? И Господь говорит, еще как? Шестой стих, слушайте внимательно. Зато помолится тебе каждый праведник во время благопотребное. Кто помолится? Грешный? Вы со мной? Вы слышали, что здесь сказано? Кто помолится? Ой, пастор, а я думал, что праведники-то не падают. Хорошо, что вы пришли сегодня в церковь, потому что праведники падают. Они могут упасть семь раз. И сколько раз поднимутся? Сколько? Семь раз Бог поднимет им. И Давид говорит, праведник, который знает эту тайну, он постоянно будет оборачиваться к тебе. Праведник. И почему праведник не по нашим делам, и не по нашим заслугам, а через Иисуса Христа мы были названы с вами праведники. И это наша собственность. И мы с вами праведны. Были одежды в праведную одежду, но мы ощущаем, что мы еще несовершенны. И Господь говорит, ой, и помолится тебе каждый праведник. Это означает, что мы с вами упали, нам не нужно сожалеть в этой болоте смерти. Не нужно копаться в себе и говорить, опять я это сделал, что это такое, и так далее, и тому подобное. Что нам нужно? Опа! И вот я, Господи, возьми то, что я сделал. Потому что только ты можешь отослать мой грех. Только ты можешь покрыть мой грех. И только ты можешь сказать, невиновен, прощен из-за моего сына. Прощен. Почему? Потому что мы опечалились ради Бога и не понесли ни малейшего вреда. Потому что печаль ради Бога не приносит неизменное покаяние ко спасению. И мы говорим, спасибо, Господь. Ты открыл нам глаза. Да, мы праведники, но мы можем падать. И за это помолится тебе каждый праведник. Во время благопотребное, и тогда разлитие многих вод не достигнет его. Там воды с этой стороны. Смотрите, что дальше Давид говорит. Вы видите, как вина греха была снята? Вы видите здесь псалмония? Вы видите, что произошло? Здесь уже нет разговора. И я открыл тебе грех мой. Это пол пятого стиха. Половину пятого стиха. Аминь. Просто ли это? Просто ли повернуться? Просто ли сказать, да, Господи. Я молчал. Целый год молчал. И не хотел перед тобой исповедовать свой грех. И я обветшал. И вся свежесть моя исчезла. Но я знаю твое сердце. И я повернулся к тебе. И теперь в моих устах. Стоп. Седьмой стих. Ты покров мой. Ты охраняешь меня от скорби. Окружаешь меня радостями избавления. Восьмой стих. Господь уже говорит. Вразумлю тебя. Я наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя. Око мое над тобой. Я говорю, Господи, это все ты про меня? Господь говорит, это я вразумлю тебя. Это я наставлю тебя на путь, по которому идти. Буду руководить тебя. Мое око над тобой. Потому что ты мой сын. Потому что ты мой искупленный. Мои очи на праведных земли. Да, они падают, но их печаль становится ради Господа. И Павел говорит, я радуюсь за вас, ребята. Я радуюсь, что дьявол не поймал вас в эту ловушку. Потому что там только смерть, там только нюни, там только жалобы, там тьма, там нет ничего. Павел говорит, я радуюсь, потому что вы обратились к Богу и не понесли никакого вреда. И теперь в ваших сердцах Господь покров мой, охраняет меня от скорби, окружает меня радостью и избавления. И говорит, и 9 стих, не будьте как конь. Не надо быть как конем и как лошадь несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уделами, чтобы они покорились тебе. Вы сама? Человек находится в таком состоянии, и Господь говорит, как бы мне его повернуть? Как бы мне его повернуть? Ну что он там делает? Как лошадь уперся? Как косел уперся? Что он там делает? Как бы мне его повернуть? Ну что нужно? Удела, да? Удела. Как это называется сейчас? Нет. Павел, Павел, трудно тебе идти против рожна. Что такое рожон? Это такая палка колючая, чтобы колоть вала, чтобы он или туда, или сюда, куда угодно. Иисус встречается с Павелом на дороге в Дамаск и говорит, Павел, Павел, я уже колю тебя и с правой стороны, и слева. Колю, чтобы ты обратился ко мне, но ты упорный, Павел. И я явился тебе по дороге в Дамаск, чтобы остановить тебя, потому что так не должно дальше продолжаться. Что обратись ко мне. И что произошло в жизни апостола Павла? Он обратился и говорит, Господи, что мне делать? Сразу, да, в еврейском уме или в религиозном уме. А что делать нужно? Господи, что делать? И Господь говорит, иди сначала в Дамаск. А потом скажи нам будет, что тебе делать. И не ты будешь делать, а благодать моя, которая в тебе потрудится. Аминь? Павел, Павел, долго ли ты будешь идти против рожна? Давид, Давид, долго ли ты будешь молчать? Я тебе и здесь колю, и там колю, и свежесть твоя исчезла. Когда ты обратишься ко мне? И Господь говорит, я хочу, чтобы ты, я хочу вразумлять тебя, наставлять тебя, руководить тебя. Око мое над тобою, не будь какой. Аминь? Мы говорим, Господи, я конь еще какой. Еще какой. Я лошадь? Еще какой. И мы в своем упрямстве можем встать и печалиться, и печалиться, и печалиться. Всю жизнь мы можем провести в этом болоте. Вы знаете, это серьезные вещи. И это печаль мирская. Иуда пошел и удавился. Люди живут здесь и выбрасываются из окна. Почему? Потому что они не хотят повернуться. И там будет лицо Божие. А Господь говорит, иди ко мне. Во мне нет осуждения. Во мне есть спасение. И прощение. И покрытие. Я хочу быть рядом с тобой. Не будь как конь, как лошадь несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздой и уделами, чтобы они покорялись тебе. Много скорби и нечестивому, а уповающего на Господа окружает милость. Смотрите, чем заканчивается этот псалом. Веселитесь о Господе и радуйтесь праведным. Торжествуйте все правы сердцем. Слушайте внимательно. Мы с вами праведные и правы сердцем. Аминь. Не по заслугам, но по благодати. И для нас что? Для нас всегда открыт престол благодати. И если кто-то уперся как конь, как лошадь, и кто-то упорен, и кто-то продолжает сожалеть о своих поступках и об этих последствиях, которые уже 10 лет с бородой уже, или 15 лет, сегодня время сбросить это все и опечалиться ради Господа. И сказать, Господи, прости меня, я не доверял Тебя, потому что я думал, что Ты тот, где не сеешь, что Ты собираешь, где не рассыпаешь. Я не знал Твое сердце, но сегодня я узнал Тебя, что Ты тянешь меня, чтобы я повернулся к Тебе. И я обращаюсь и говорю, прости меня, Господь, прости мой грех, сними с меня вину греха моего, и зато буду славить Тебя, и благодарить Тебя, и поклоняться Тебе в истине. И дьявол ничего от меня не возьмет там, потому что я лицом к Тебе, а печаль, покаяние ради Господа не принесет мне никакого вреда. Я ничего не потеряю, я не буду постыжен, я не буду осужден, я буду прощен и очищен. И Господь говорит, теперь пошли вместе со мной, и Давид пишет последний стих, ах, как здорово, праведные будут радоваться, праведные будут поворачиваться, потому что в нас природа Иисуса Христа, а сатанинская природа находится там, и Он тянет за собой всех туда, потому что у Него нет никакой радости, нет никакого покаяния, у Него только есть печаль мирская, куда Он пытается весь мир привести, а мы с Вами стоим и говорим, нет, 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 печаль по Господу приносит мне радость и освобождение, и прощение, и благодать, и вкладывает песнь в мое сердце и в мое уста. Аминь. Господи, слава Тебе. У кого, Господи, можно взять? У кого, Господи, можно получить исцеление, как мы у Тебя? У кого, Господи, ответы на все наши вопросы и нужды, как мы у Тебя? Благодарим Тебя, Иисус, за то, что Ты пошел в нашу жизнь, и Ты влечешь нас, Господи, к Себе узами любви. Спасибо, Господи, за то, что помолится Тебе всякий праведный во время благопотребное. И тогда развитие вод у многих не затронет его. Тогда мы не будем поглощены, Господи, водами сожаления и болотом печали мирской. Благодарим Тебя, Иисус. Спасибо Тебе за все. Мы оборачиваемся к Тебе, Господи, и говорим Тебе, прости, Господь, я не доверял Тебе, не знал Твое сердце. Прости мой грех, сними с меня чувство вины, я молюсь Тебе. И Господь говорит, конечно, Сын мой, для этого я и дал Тебе престол благодати, чтобы Ты жил свободно, и чтобы радость Твоя была совершенна, и чтобы Ты знал меня. Если есть те, кто слушает эту проповедь, есть человек, не знающий Христа, мы говорим Вам сегодня, говорим Вам сегодня Словом Божьим, что печаль мирская, Ваши сожаления по поводу Вашей жизни и Ваших поступков, она принесет Вам только смерть. Но сегодня обратитесь к Иисусу Христу, повернитесь к Нему лицом и скажите, да, дорогой мой Спаситель, я верю в Тебя, я верю, что Ты любишь меня, я верю в Твой крест, что Ты взял на себя все мои грехи и понес мои болезни. Я верю, что Ты умер и воскрес на третий день. И я прошу Тебя, я повернусь к Тебе лицом, и я прошу Тебя, мой Спаситель, прости мои грехи, очисти меня от всякой вины. И, как Ты сказал, через веру во имя Твое, я стал праведником. Спасибо, Иисус, Ты единственный, который может очистить меня от моей вины и простить меня, избавь меня, исцели меня, благослови меня. Спасибо, Иисус, за мою жизнь, за жизнь благодатью в Тебе. И во имя Твое, мой Бог и Спаситель, Иисус Христос, я молюсь и прошу. Аминь.